Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Мэрилден, и сегодня мы продолжаем наши увлекательные приключения в игре Папочка Мечты. В прошлой серии наша дочура решила устроить девичник с блуджеком и шлюханами, и мы, как хороший отец, оставили дом на неё, а сами пошли искать лучшей жизни в бар. И вот, бар прямо перед нами. Давайте в него зайдём. Бар маленький и тускло освещен. На фоне слышен стук бильярдных шаров и смех посетителей. Рядом с барменом висит рождественская гирлянда. Не могу сказать, ким это или джим. Я сажусь за барную стойку. Что будете? Пиво, пожалуйста. Сейчас будет босс. Бармен передаёт мне кружку холодного пива. Я делаю глоток и наслаждаюсь его прохладой. Ох, вот не понимаю людей, которым нравится пиво. Оно же такое горькое. Как им можно наслаждаться? Скажи, а ты Джим или Ким? Меня зовут Нил. Ох, опять 25. Наш отец снова попал в неловкую ситуацию. Он просто может так это делать. Я неловко переключаю своё внимание на игру, которая транслируется на одном из телевизоров на стене. К счастью, там не только играет команда, за которую я болею, но она ещё и лидирует, что всегда хорошо. Яркий талисман в виде какого-то животного делает колесо. Я про себя поддерживаю свою любимую команду. Надеюсь, что не поводил никакой конфликт между фанатами соревнувшихся между собой команд. Несколько людей в баре носит одежду с цветами той команды, которую я не люблю. Надеюсь, что их преданность к любимой команде такая же мирная, как и у меня. Женщина средних лет, держа наполовину наполненный бокал с вином, входит в бар и садится слишком близко ко мне. Эта дамочка уже вошла в бар с винищем? Боже мой, да она мой герой! Эй, матрос! О, здравствуйте! Приятно видеть здесь свежее мясцо. Я Мэри, часто здесь бываешь? Ахм, свежее мясцо? Неплохо она нас так обозвала. Нет, я только сегодня сюда переехал. Меня, кстати, зовут Морис. Смотришь игру? Ага, моя любимая команда лидирует. Если не продолжу в том же духе, то с легкостью выиграю этот матч. Мне тоже нравится эта команда. И игра в целом тоже нравится. Люблю тех, кто знает, как обращаться с мечом. И не только с мечом. Кажется, она немного пьяна. Это неудивительно. Она уже вошла в бар с винищем. Угостишь даму напитком? Такую даму я бы не только напитком угостила. Ну что ж, давайте купим этой леди немножко выпить. Я практически без какого-либо желания подозвал бармена и заказал ей еще один бокал вина. Они с Мэри начинают шутить. Похоже, они друзья. И это явно не первый раз, когда она это делает. Она наклоняет свой бокал ко мне. Думаю, сейчас мне нужно составить тебе компанию. Так что ты хочешь знать? Чем ты занимаешься? Что ты думаешь об игре? О чем здесь болтает в последнее время? Такую таинственную женщину нужно спросить о ней самой. Чем же ты занимаешься, чертовка свинищем? Я? Я призрак Морис. Я обитаю в священных коридорах у Джима и Кима. Ожидая, когда мы благоверны, вернется из моря. Правда? Нет. А мы уже поверили. Девчушка просто любит выпить. Так что ты еще можешь рассказать мне об этой части города? Она тихая, это точно. Если хочешь спокойную реализированную жизнь с белым заборчиком, то это место для тебя. Но у каждого города есть свои тайны. Сам знаешь. Она отпевает немного вина из бокала. По-моему, это выглядело слегка зловеще. Она наклоняется ближе. Хочешь узнать парочку моих секретов? Оуу! До чего дошел прогресс? О боже. А может другой раз? Как хочешь, матрос. Ну вот. Мы упустили такую женщину. Мэри уходит, ожидая, пока в бар войдет другой посетитель. Я с удовольствием пью пиво и смотрю игру. Судя по счету, игра подходит к концу. Очень быстро подходит к концу, что не особо меня радует. После того, как один из хорошо натренированных игроков забивает еще одну очко в копилку своей команды, отводя им лидирующее место, я слышу. Вперед, команда! Это же тот задумчивый парень из кофейной ложечки. Он сидит один, попивая виски, и тоже наблюдает за игрой. Наслаждаешься игрой? Теперь, когда мы выигрываем? Да. Должно быть, мы болеем за разные команды. Думаю, моя команда намного круче. Не соглашусь. Основывая на количестве выигрышей и проигрышей наших команд, я скажу, что моя команда круче. Ой-ой, кажется, назревает конфликт. Тут ты не прав. Сейчас моя команда лидирует. На этом моменте наш разговор заканчивается. И мы оба продолжаем молча болеть за наши команды. Игра приближается к концу. Обе команды стараются изо всех сил. Но под конец моя команда вырывается вперед. По всему бару слышны тихие возгласы болельщиков. Я поднимаю стакан в сторону мужчины, который пьет виски. Он поднимает свой в ответ. Между нами образовалось негласное перемирие, но взаимной любви к игре. Он машет бармену, который начинает наливать два стакана виски. Мужчина протягивает не один из них. Меня зовут Роберт. Спасибо. Я Морис. Ты должно быть новенький. Мэри уже пыталась подкатить тебе. Ага. Роберт смеется. Она милашка, правда? Ну ты выбрал самый лучший бар в городе. Отвратителен сам по себе. Но ты не найдешь место лучше, чем у Джима и Кима. Этим местом действительно управляют Джим и Ким? Я... Нет. Им управляет Нил. Нил машет нам с другой стороны бара. Нил хороший парень. Этого мира очень не хватает Нилов. Эммм... Ладно. Ты больше по виске или по пиву? Пиво. Но я много чего пью. Любишь шоты? Скажем честно, судя по виду этого парня, он любит шоты. Давайте произведем на него впечатление и скажем, что мы тоже их обожаем. Ммм... Полетели сердечки. Как предсказуемо. Слава богу. Роберт кивает Нилу. Тот, в свою очередь, наливает нам виски. Роберт протягивает мне стакан. За твое здоровье. Мы опрокидываем по стопочке. Виски жжет горло. Но я стараюсь выглядеть спокойно. Погодите. Так вот как становится друзьями. Ха. Мы только ссорились из-за наших команд. А уже мирно побиваем вискарь. Боже, этот вечер определенно становится хорошим. Хорошо, Морис. Этот парень не похож на того, с кем я обычно дружу. Но думаю, если мы будем играть по его правилам, то быстро подружимся. Сделать комплимент его крутой кожаной куртке. Сделать комплимент его суровой внешности. Сделать комплимент его татуировки на руке. Черт возьми. Какой сложный выбор. Да в этом парне все хорошо. Ну думаю, у куртка мне нравится больше всего. Мне нравится твоя куртка. Спасибо. Передается поколениями. Некоторые говорят, что она проквита. Черт. Черт, этот парень такой загадочный и крутой. По крайней мере, намного круче меня. Роберт машет бармену для очередного виски. Что ты здесь делаешь сегодня? Меня дочка выцелила из дома. Убегаю от своих проблем. Пытаюсь завести новых друзей. Роберт загадочный. Попытаемся быть загадочными тоже. Убегаю от своих проблем. Как обычно. Мне нравится твой стиль. Он стоит со стула. Сейчас вернусь. Нужно припудрить носик. Никогда не видел Роберта таким разговорчивым. Да что быть, ты ему нравишься. Ха, думаю, да. Должен признать. У Роберта есть грубоватый шарм. Если такой парень, как он, думает, что я крутой, то я, наверное, действительно крут. Роберт возвращается из туалета и хватает свою кожаную куртку. Мне нужно домой. Пройдешься со мной. Мы с Робертом покинули бар и поняли, что идем в одинаковом направлении. Я живу в конце улицы вниз по дороге. Там что, все живут? Я тоже. Только сегодня закончил с переездом. Хорошее местечко. Хорошие соседи. Ну, некоторые из них. Кто, например? Мы доходим до дома Роберта, который всего лишь в нескольких домах от моего. Мы останавливаемся, и он поворачивается ко мне. Я не трепло, Морис. Так мы сделаем это? Или как? Что? Ты понимаешь, о чем я? Хочешь зайти ко мне? Или нет? На меня накатывает волна понимания. Я краснею. Боже, что за ночка? Сначала я испыталась соблазнить пьяная женщина. Теперь вот пьяный мужчина приглашает нас к себе. Да мы прям парень на расхват. Ну, знаете что? Секс с незнакомцами это не в моем стиле. Извини, Роберт. Ты, конечно, красавчик, но мы откажемся. Я лучше пойду домой. Еще увидимся? Конечно. Я направляюсь домой. Голова гудит от виски. Что он имел в виду, под мы сделаем это или как? Я плюхаюсь на диван и проваливаюсь в сон, даже не снимая обуви. А вот и новый день. Нас встречает мерзкий звон будильника и текст на басурманском языке. Хорошее начало. Ничего не скажешь. Ну, а что для нас припас этот мерзкий денек, мы узнаем в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня. Удачи. До свидания.